Восьмой год подряд в России растет число детей с инвалидностью. Сегодня их насчитывается более 700 тысяч. И это перестало быть проблемой, о которой предпочитают умалчивать. Наоборот, все чаще с ней сталкиваются наши знакомые и друзья, воспитывающие в семье особенного ребенка. И вот как не остаться в одиночестве в этой ситуации, об этом поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии директор Самарского областного центра диагностики и консультирования Ксения Белоглядова. Здравствуйте. Немножечко необычный эфир. Сегодня тема не чисто медицинская, лежащая, наверное, на грани медицины, социологии, психологии, да? Много всего здесь? Конечно, да. Это и социальная сфера, в первую очередь, к которой мы относимся, и, естественно, здравоохранение, с чего все начинается, и, конечно, образование, куда мы дальше переходим. Но тема на самом деле очень важная, касающаяся многих, поэтому я рада, что Ксения Сергеевна сегодня пришла в нашу студию. И прежде всего, аббревиатура ПМПК, она далеко не всем знакома, немногие понимают, как это расшифровывается, но страшное слово ПМПК большинство из нас слышали. Почему я говорю страшное? Это идет, как испорченный телефон от родителя к родителю, от соседей к соседям, и вот, но оно, правда, страшное. Что это на самом деле, что за этим скрывается? Страшная аббревиатура ПМПК, как вы уже сказали, нет, на самом деле не страшна, это психолога-медика-педагогическая комиссия. То есть это круг профессионалов, который складывается из врачей, врача-невролога, врача-психиарта, ортопеда, педиатра, офтальмолога, сурдолога, также коллектива педагогических работников. Это учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги в зависимости от нозологии. То есть это та команда специалистов, которые комиссионно смотрят ребёночка и простраивают маршрут обучения дальнейшее. Вы назвали очень много специалистов. А сколько всё-таки человек в этой комиссии одномоментно, когда обследуют одного ребёнка? Не 20 же все человек? Нет, конечно, не все вместе, но всё зависит от того, какая потребность. То есть зависит от нозологии, от входящих диагнозов тех детей, которые к нам приходят. Если мы знаем, что основной диагноз – это слабовидение, да, или слепой ребёночек к нам приходит, соответственно, мы подключаем тифлопедагога и офтальмолога. Что значит тифлопедагог? Тифлопедагог – это то направление дефектологии, которое работает со слепыми и слабовидящими детьми. То есть обучают как раз Брайлю и ведут по определённой программе обучения. Если к нам ребёнок обратился с проблемами со слухом, то есть это слабослышащие или глухие детки, также подключается сурдопедагог. Это тоже тифлопедагог, но в области сурдопедагогики, который оценивает, по какому маршруту, по какой программе обучаться данному ребёнку. Если мы говорим о детках с ДЦП, чаще всего мы подключаем врача-ортопеда. Но неизменный состав комиссии – это, конечно, врач-психиатр, врач-невролог, педиатр, в зависимости от комиссии. И учителя, в принципе, дефектолог, логопед и педагог-психолог – это стабильный коллектив, который вне зависимости от нозологии работает в комиссии. Какие диагнозы вы ещё не назвали и какие, может быть, чаще встречаются, а какие бывают редко? Здесь больше, наверное, не диагнозы, а направление работы, которым нам приходится сталкиваться, и те образовательные программы, которые необходимы детям. То есть, как ещё раз озвучу, есть глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, детки с задержкой психического развития, детки с умственной отсталостью, детки с расстройством аутистического спектра – это основной набор. Но всё больше картина меняется, к сожалению, в худшую сторону, и мы видим сочетание таких нозологий, и тут мы выделяем какое-то ведущее направление, например, ребёнок с ДЦП и умственной отсталостью. Или набор может быть другой совершенно, например, ребёнок слабовидящий, с ЗПР, и сочетанный там, может быть, даже и слабослышащий. То есть наборы такие вот сейчас присутствуют. К сожалению, с каждым годом всё больше и больше. – Я не сказала в начале программы нашим зрителям, что мы встречаемся сегодня в такой праздничный для Центра день, потому что Центру диагностики и консультирования, ну вот сегодня отмечается юбилей, это 30-летие Центра, и, конечно, 30 лет – это такой длинный путь, когда есть о чём говорить. И прежде всего, наверное, для кого работает этот Центр? – Да, 30 лет истории – это не просто какой-то путь, который был пройден за все эти годы. Центр изначально создавался комитетом семьи и создавался для семей с детьми. Именно это мы и сохранили на протяжении всех 30 лет. В первую очередь мы работаем для семей с детьми. Да, мы говорим об обследовании, да, мы говорим о психолого-медико-педагогических комиссиях, но с течением времени ПМПК стал одним из направлений нашей работы, нашего Центра. Но открылись другие направления, которые сейчас очень в хорошем темпе развиваются. Это и направления ранней помощи, безусловно, которые сейчас шагают по всей стране. – Да, мы говорим попозже с вами об этом. Соответственно, это все возможные коррекционные занятия, которые проходят в стенах нашего учреждения. Это и ликотека. То есть это те занятия, которые проводят наши профессионалы, наша слаженная команда с детками, которые не могут в силу своего диагноза тяжелого посещать какие-либо образовательные учреждения. Мы их готовим к этому. И далее они уже переходят на следующую ступень. – Ну, а все равно хочется понять, вы говорите, что вы работаете для семьи с детьми. Может быть, сразу тогда объяснить, как эти семьи с детьми попадают к вам? – Каких-либо определенных направлений к нам не нужно. То есть семья может обратиться к нам самостоятельно абсолютно. Прийти, позвонить, сойти, записаться на консультацию, на обследование, и мы всегда примем. – Для семьи это все бесплатно? – Абсолютно все услуги нашего учреждения бесплатно. То есть мы не говорим только об обследовании по МПК. Например, семье необходима консультация психолога. Безусловно, мы принимаем на консультацию, все это бесплатно записываем. К психиатру нужна консультация. Пожалуйста, мы готовы к логопеду, к дефектологу, кому какая необходима потребность. Существуют услуги в полустационарной форме. Ребенку разрабатывается и ПСУ, и в соответствии с индивидуальной программой. – Давайте расшифровывать, да. – Индивидуальная программа развития. – И, соответственно, предоставление социальных услуг. Согласно этой программе прописывается наше учреждение. И на основании данной программы мы ведем какой-то курс занятий с ребенком по тому направлению, которое ему необходимо. То есть это не просто одно какое-то занятие с логопедом, а то есть курс на протяжении, например, года или полугода. То есть в зависимости и количество занятий будет иметь большую разницу в зависимости от того, какая сложность работы. Здесь уже определяет специалист. Также, вот я говорю, может быть, консультация врачей какая-то единовременная, ну или полноценные занятия в группах, например. – Сколько времени вы лично работаете в Центре? – В данном Центре я работаю с 13 февраля 2023 года. На самом деле не так много, но за это время мы столько уже успели сделать, а столько уже еще есть планов, поэтому… – Надеюсь, что чуть позже вы нам сможете поделиться, если это планы не секретные. Я, собственно, спросила, задала такой вопрос для того, чтобы узнать, а вот даже за время вашей работы, наверняка вы прекрасно общаетесь с коллективом, и они тоже могут судить о том, как изменилось отношение родителей к вашему Центру. То есть вот вы говорите, могут к нам сами прийти самостоятельно на консультацию, а вот идут… – Идут. Поверьте, идут. Конечно, хотелось бы, чтобы приходили чем раньше, тем лучше, да, это мы говорим прямо о грудничках и младенцах, но идут. И сейчас вот такое понятие, как поставит ярлык наша комиссия, я надеюсь, уходит это в прошлые годы, потому что никакого ярлыка, конечно же, никто не ставит, никаких диагнозов комиссия никогда не вставляла, только помогает и прописывает тот маршрут обучения, который необходим ребенку, прописывает те услуги, которые можно получить в реабилитационном центре, помогает при получении инвалидности, мы тоже прописываем для бюро медико-социальной экспертизы, наше заключение тоже, оно необходимо, и пугаться этого не стоит. То есть, что мы делаем? Мы прописываем все то необходимое направление коррекционной работы, для того, чтобы ребенок смог это получить в образовательной организации абсолютно бесплатно. Именно для этого существует наша комиссия. Когда мы выставляем статус с ограниченными возможностями здоровья, значит, этому ребенку нужна бесплатная помощь, которая гарантирована нашим государством. Любой ребенок, придя в незнакомое учреждение, в присутствии родителей же происходит комиссия. Обязательно присутствия родителей. Но, тем не менее, незнакомые люди, их много, они задают вопросы, как я могу предположить. Но, в общем-то, странно, если ребенок не растеряется и не начнет отвечать на вопросы, может быть, где-то не в попад. Так вот, как все-таки не ошибиться в этой ситуации и верно оценить его уровень развития? Здесь складывается очень много факторов. Это и входящие документы, потому что к нам прийти на обследование требует небольшой подготовки. Потому как это полный пакет документов, которые также входящие от врачей, которые обследуют ребенка на протяжении всей жизни. Мы смотрим историю развития ребенка, тщательно изучаем анамнез, просим даже амбулаторные карты, если это возможно принести. Потому что наши врачи к этому подходят очень скрупулезно. Далее. Очень важна характеристика из образовательной организации, если ребенок посещает образовательную организацию. Потому что они видят ребенка большую часть времени и в действии. Какой материал ребенок способен получить, принять и так далее. Или ему требуется направляющая помощь и так далее. Более того, когда особенно детки с расстройством аутистического спектра, их сложнее всего обследовать. Мы даже просим родителей принести продукты деятельности ребенка. Его рисунки, например, какие-то поделки. Либо видеоматериалы. Например, когда родители нам говорят, вы знаете, вот он у вас тут не так себя ведет, а дома он способен нам больше. Мы готовы рассмотреть эти материалы, потому что это очень важно. То ли ребенок стихи может рассказать, песни спеть. То есть мы хотим даже услышать его голос, как он что произносит. Но, естественно, и наши педагоги, они настолько молодцы. В том смысле, что любого ребенка разыграют. Здесь важно понять, что это не экзамен. Здесь нет правильного или неправильного ответа. Здесь есть определенный стимульный материал, по которому ребеночек рассматривается с разных сторон. Как он принимает помощь, как он слышит инструкции. Что он... здесь нет такого, что вот мы пришли и билет взяли и ответили. А, вот здесь неправильный ответ. Нет, ни в коем случае это не так. Здесь очень много факторов. Поэтому все решения принимаются коллегиально. Мы очень много времени уделяем на разговор с законным представителем, с родителем. Потому что их мнение тоже важно. И мы разговариваем о том, что необходимо у ребенка. Как с ним лучше позаниматься. Куда его лучше отвезти. И в данный момент задачи нашей организации нет в том, чтобы прописать какую-то конкретную образовательную организацию. Говорят, да, там она правит в школу-интернат или еще что-то. Нет, мы ни в коем случае этого не делаем. Нигде это не прописывается. Но мы рекомендуем. То есть мы говорим о том, что вот такой маршрут обучения вам может разработаться вот такая, вот такая, вот такая школа. Но, естественно, решения всегда остаются только за родителем. Ну, а смотрите, ведь долгое время учить детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных школах было не принято. Их чаще всего помещали в коррекционные закрытые учреждения. И только вот с 2018 года Минобор принял решение кардинальное о том, что дети с инвалидностью могут учиться в обычных школах по месту жительства. Собственно, там, где они хотят. А вот это хорошо или плохо? Понятие инклюзия, как оно сейчас, да, везде называется, это, конечно, это удобно, особенно в тех условиях, когда нет возможности возить ребенка в какую-то специализированную школу, да, говоря, например, о какой-то сельской местности и так далее. Потому что, ну, действительно, сейчас ситуация меняется. И в обычных общеобразовательных школах. Действительно, если родитель, законный представитель принес наше заключение в школу, школа, школе, необходимо создать все те условия, которые прописаны в нашем заключении. Оно обязательно к исполнению. Где возьмет школу специалистов, это уже на управленческий процесс, который, в принципе, волнует только самообразовательную организацию. Но не стоит забывать, если, конечно, ребенок со сложными нарушениями, да, и сложные, вот, особенно, если мы говорим о сочетанных, да, тяжелые, множественные нарушения развития, то здесь было бы неплохо, конечно, обращаться в специализированные школы. Почему? Потому что в условиях мало комплектных классов, то есть это 8-10 человек, в зависимости, где-то меньше, где-то больше, в зависимости от нозологии. Очень много специалистов, очень много дефектологов разных направлений. Это люди подготовленные, которые умеют работать с такого рода детьми. Они действительно обладают такими профессиональными знаниями, умениями. Поэтому дети там себя чувствуют комфортно. Здесь самое важное, когда мы рассматриваем здесь, нужно понимать, как будет комфортнее себя чувствовать ребенок, где, в каких условиях. И это вот самое важное, потому что от того, какие условия мы создадим, будет зависеть успешность ребенка. Ну, верно. Если посадить ребенка в обычный класс того, который просто физически не может успеть за всеми, то, я думаю, для его психики это не будет хорошо. Ну, все всегда зависит от педагога. Вы знаете, даже не от школы самой, а от педагога. Как педагог умеет себя распределять на весь класс. Может быть, и 40 человек в классе, но если педагог уникален в своем умении... Ну, это штучный товар. Очень хотелось бы, чтобы все изменилось, конечно. Конечно, да. Но всегда стоит... Не стоит забывать, что все-таки в школах-интернатах специалистов, имеющих дефицитологическое образование, гораздо больше, нежели в общеобразовательных школах. Но ситуация, надо сказать, очень сильно изменилась даже с 2018 года. Потому что, когда мы раньше прописывали, например, тьютера, это педагогический работник, который сопровождает ребенка, нам говорили, мы не можем предоставить, где мы возьмем ставки, откуда мы возьмем финансирование. Этот вопрос был очень остро поставлен, и он решен сейчас. Сейчас, если действительно мы прописываем тьютера, индивидуальное тьютерское сопровождение ребенку, тьютера предоставляется. Более того... Школа предоставляет? Школа. Школа предоставляет, да. Красная новость. Сейчас, во-первых, есть курсы профессиональной переподготовки, то есть тьютеров теперь профессионально готовят, во-первых. А во-вторых, открыты ставки тьютеров, и они есть, и они принимаются на работу, и открываются ресурсные классы в условиях тоже общеобразовательных школ. Это очень важно. Конечно, то количество детей, которое сейчас у нас в нашем регионе, пока недостаточно, я имею в виду в условиях общеобразовательных школ, но ситуация на самом деле развивается лучшим образом. Вот это, наверное, лучше, чем 13-я зарплата, да? Давайте поговорим о ранней помощи. Вы уже начали говорить о ней, и я знаю, что вы этому вопросу уделяете просто очень архиважное значение. Почему? Наша задача – оказать своевременную помощь семье с ребенком маленьким. Ранняя помощь – это та услуга, которая оказывается семье с детьми от нуля до трех лет. Это если у ребеночка уже выставлен диагноз какой-либо, да, либо ребенок имеет инвалидность, либо статус имеет с ограниченными возможностями здоровья. Но это совсем не обязательно. Такое возможно, когда родители переживают о чем-то в развитии своего ребенка, они могут к нам обратиться. И здесь самое важное – не потерять те золотые годы. То есть, когда мозг ребенка пластичен, когда мы все можем вовремя скорректировать и помочь, ранняя помощь – это не обязательно коррекционные занятия. Даже я скажу больше, это далеко не коррекционные занятия. И нам об этом хорошо рассказывается Институт раннего вмешательства города Санкт-Петербурга, потому что именно там обучают наших специалистов, специалистов по ранней помощи. Это тот человек универсальный. Это может быть и педагог, это может быть и врач, который помогает семье взаимодействовать. Даже элементарные вещи – маму научить играть с собственным ребенком. Потому что когда у деток какой-то определенный диагноз, иногда мама забывает об этом в своих переживаниях со здоровьем, уделяя очень много времени этой реабилитации, забывает, что с ребенком все равно нужно играть и так далее. А иногда даже они боятся это делать. Запросы бывают разные. То есть это, конечно же, не занятие за партой от нуля до трех лет. Это игра. Игра с ребенком. Игра в привычном месте для ребенка. То есть мы говорим о выездной помощи, ранней помощи. Это называется «Домашний консультант». В этом году, кстати, наше учреждение выиграло грант как раз на направлении ранней помощи «Домашний консультант», который мы развиваем очень плотно в этом году. Этому уделяем большое внимание. Наша команда специалистов готова выезжать на дом, особенно в отдаленные сельские территории, где необходима данная помощь, и оказывать такую помощь на дому, в условиях семьи. Такой центр, я думаю, услуги подобного центра необходимы не только тем, кто живет в Самаре, но и тем, кто живет в отдаленных районах. Каким образом решаются вот эти вопросы? Наш центр, на самом деле, достаточно большой. Мы говорим о том, что у нас есть в Самаре центральное отделение, а есть еще 12 структурных подразделений, расположенных практически на всей территории Самарской области, кроме Западного округа. И вот мы стараемся распределять нагрузку таким образом, чтобы наши отделения смогли охватить сельскую местность. То есть, когда мы говорим про тот же самый центр, который у нас находится в Безинчике, они охватываются территорией Пестравского района, то есть все дальние районы. Если мы говорим о Волжском, да, Новокубческе, у нас есть отделение, они охватывают и Челнавершин, и все, что угодно, то есть и Большую Черниговку. И вот так вот у нас каждый в Похвестнево все вокруг, и Кошки, и Соклинский район. Мы стараемся быть доступными всем и везде. К нам просто можно подать заявку, и мы приедем. Это говорит и об обследовании по МПК. По МПК же ведь тоже происходит, не только на территории нашего учреждения. Многие образовательные организации делают совместную заявку, и мы выезжаем к ним, неважно, где они находятся, мы выезжаем на территорию образовательной организации и проводим по МПК там. Более того, мы также обследуем деток в палиативном отделении. Туда мы тоже по заявкам выезжаем. То есть если ребеночек болен, не может выходить, и мы, конечно, своей командой сами приедем туда. Мы достаточно мобильны. С палиативными детьми это же, наверное, тоже особая такая история, да, Ваша? Это особая история. Более того, с палиативным отделением работает только центральное отделение нашего центра, Центра диагностики, потому что именно здесь такой подготовленный профессиональный коллектив, который готов, не боится и умеет работать с такого рода в СМИ. А вот смотрите, Вы неоднократно говорили о том, что палиативный ребенок – это не диагноз, и он обучаем, и для него многое возможно. Конечно, но есть родители, которые, узнав о таком диагнозе, считают, что, ну а что, уже для чего вот ребенка заставлять там как-то учиться, образовываться, зачем? Вот что Вы скажете на это? Это даже не учение, не образование, это развитие ребенка. Ребенку также нужно развиваться, не вне зависимости от его статуса. Да, он тяжелый, но сейчас нет понятия необучаемых детей, которые были ранее. Сейчас все дети обучаемые. Просто есть специализированные занятия, есть индивидуальная программа, которая прописывается индивидуально под каждого ребеночка. И, соответственно, приходит тот набор специалистов, которые будут с ним заниматься, развивать тактильные какие-то, да, мероприятия. И мы всегда говорим о том, что ребенку нужна вся помощь. Это, как часто говорят, если вот ребенок палиативный, то ему не нужно носить там ни слуховые аппараты, ему не нужны очки, это заблуждение. Все равно это все нужно. Это все средства реабилитации, они нужны в том числе и обучение. Это развитие ребенка. Ребеночек может научиться что-то держать в руке, да, что-то слепить. Или, может быть, освоить какие-то жесты, которые помогут в общении со своими родителями. Это очень ценно. И вообще это развитие интеллектуальное в любом случае. Вы произнесли в разговоре непонятное слово «лекотека». Что это такое? Расскажите об этом, пожалуйста. Это тоже одно из направлений нашей деятельности, нашего центра. Это удивительная комната с огромным количеством игрушек, да, любого образовательного материала, в котором занимаются дети, группами, да, которые, вот я немножко затронула о том, что это для детей, которые в силу своего тяжести диагноза, да, или какого-то заболевания не могут посещать дошкольные образовательные организации. И вот в условиях данного направления подготавливаются дети к дальнейшему переходу в образовательные учреждения. Наши педагоги не боятся, занимаются. То есть нужно говорить даже о том, что, ну, бывает, например, дети с тотальной слепотой. Их надо научить не просто там чему-то конкретному научить, их нужно научиться воспринимать мир такой, какой он есть, да, чтобы они что-то пощупали, что-то где-то походили, потому что зачастую родители настолько не принимают диагноз собственного ребенка. У нас был такой, к сожалению, случай о том, что до двух лет ребенок не выходил за пределы своей комнаты. И, естественно, выходя за пределы, он начинает кричать от того, что ему страшно. К чему привели наши занятия? Как минимум два раза в год мы проводим праздники для наших маленьких получателей услуг и их родителей, когда они все вместе встречаются. То есть это День защиты детей, Новый год. Силами наших специалистов мы готовим праздничные мероприятия, и вот там и родители видят, что они не одни с тем недугом, с которым они столкнулись, что они не одни такие родители. И вот детки между собой тоже встречаются. И вот эта вот девочка, она прекрасно уже могла себя чувствовать принцессой на праздники, на Новый год. И все прелести жизни уже воплотила. То есть они смогли выходить в поликлинику с ребенком, и ребенок перестал кричать. То есть даже вот такая вот, казалось бы, маленькая помощь, но она настолько нужна. Совсем не маленькая, я думаю. Чтобы работать так, как вы рассказываете, я даже не представляю, каким человеком надо быть. У вас есть проблема с кадрами? Вы знаете, у меня есть проблема с тем, что мне хотелось бы, чтобы мне разрешили больше взять педагогов и врачей. То есть мне нужно увеличить штат. Но люди у нас работают те, которые действительно пришли по призванию. Такие еще бывают? Они есть, поверьте, с горящими глазами, которые любят свою работу. Вот только они, они нам и нужны, потому что по-другому с такого рода детками работать нельзя. Либо ты отдаешься полностью сердцем и душой, либо тогда не стоит там работать. Понимаете? Я не могу сказать, у меня нет свободных ставок, правда. У меня нет свободных ставок, но я очень хочу, чтобы были, потому что потребность есть, желающие, которые хотят получить у нас помощь, имеются. И люди, которые к нам хотят прийти и научиться работать, как мы работаем, тоже есть. Но кроме того, что надо обладать особыми качествами, надо еще и непременно быть командой вот в этой ситуации. Вы для этого что-то специально делаете? Вот, кстати, такой вид работы для каждого специалистов, это тоже было же изначально вновь, да, когда каждый по-своему работал. Кто-то врач-психиатр, да, в психо-неврологическом каком-нибудь диспансере, да, или врач-невролог на участке, работая в поликлинике. Вот когда начинаешь учиться и прислушиваться друг к другу, то есть не навязывать просто свое мнение, я вот так вот считаю. Нет, это коллегиально, вот здесь рождается команда. У меня замечательная команда специалистов, то есть врачей-педагоги. У меня замечательная команда административно-управленческого персонала, которые тоже научились, слава богу, слышать друг друга, а не просто перекидывать друг другу задания. Не знаю, возможно, это просто атмосфера внутри. Я думаю, вот вы, скорее всего, попали прямо в точку. И мне, собственно, остается время для того, чтобы поздравить вас с юбилеем. Передайте, пожалуйста, поздравления от наших зрителей, всем вашим сотрудникам. Спасибо. О планах не успели поговорить, но, возможно, в следующую нашу встречу вы уже расскажете что-то, как реализованное. Поэтому спасибо за эту беседу и успехов в работе вам. Спасибо вам за приглашение. До свидания. До свидания. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин